Спасибо председателям, спасибо организаторам за возможность выступить на таком интересном совещании. Я прошу прощения сразу за свой внешний вид, потому что я тоже работаю в стационаре, который принимает пациентов с COVID и должен держать эпидемиологический контроль. И моя лекция, я постараюсь быстро рассказать про нутриционную поддержку пациентов с COVID-19 в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии. И все прекрасно понимают, что на самом деле пациенты с COVID-19 – это по сути все-таки пациенты, у которых есть повреждения легких и ничего особенного в их нутриционной поддержке, наверное, нет. Но я постараюсь кратко рассказать то, что есть в международных рекомендациях, в некоторых припринтах, которые вышли. Надо иметь в виду, что это все-таки припринты. И постараюсь некоторым образом сослаться на свой опыт наших пациентов. Сейчас прошу прощения. Я читаю лекцию от компании «Фрезениус Каби». Я читаю лекции для других фармацевтических компаний. И вот это я два дня назад готовил лекцию, посмотрел, сколько активных случаев сейчас в мире. Вы видите около 2 миллионов 400 тысяч случаев. Из них 98% все-таки пациенты, которые имеют легкую и среднюю степень тяжести этого вируса. При этом около 2% пациентов находятся в критическом состоянии. То есть 2% – это наши пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии. В условиях общего числа это больше 40 тысяч человек. Сейчас каждый день они пока увеличиваются. И кто попадает в отделение реанимации и интенсивной терапии к нам – это, безусловно, пожилые люди, которые 65+, а чаще старше. Это пациенты с хроническими абсурсивными болезнями легких, с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, гипертоническими болезнями. То есть пациентами, которые, по сути, имеют коморбидность. И, по сути, это пациенты с дыхательной недостаточностью. Причем интересную особенность, все прекрасно ее знают, что пациенты, которые находятся даже на самостоятельном дыхании, хорошо улучшают оксигенацию в пронпозиции. Поэтому они в основном лежат на животе, пациенты пожилого возраста. И те, кто, если попадает в отделение реанимации и интенсивной терапии, не дай бог, на искусственную вентиляцию легких, довольно долго у нас задерживаются. Ну и еще раз хочу напомнить, что питание – это такой же метод интенсивной терапии, как и любой другой метод интенсивной терапии, искусственной вентиляции легких и так далее. Поэтому, в принципе, о нем надо не забывать. Хотя, когда поступает большое количество пациентов, тяжелых пациентов, о нем, к сожалению, все равно есть ощущение, что забывают. Что касается скрининга, на самом деле уже много раз об этом говорили. Если пациент попадает в отделение реанимации и интенсивной терапии, автоматически такой пациент является человеком, у которого есть риск развития белково-энергетической недостаточности. И это рекомендации европейские, которые говорят, что каждый пациент в критическом состоянии, находится в более 48 часов реанимации, будет оценен как пациент с риском недостаточности питания и, соответственно, будет назначаться сразу клиническое питание. И поскольку все пациенты, я говорю, пациенты хаворит, сейчас есть две рекомендации основных. Это американские и европейские. И вы видите, это выдержки из европейских рекомендаций, которые говорят о том, что определяем энергию методом непрямой калориметрии. Если не можем попробовать методом непрямой калориметрии, то мы должны обеспечить третьим-четвертым суткам 70% от потребностей. 1,3 грамма белка и выше должно быть обеспечено пациенту в течение критического состояния. Какая есть особенность у пациентов с этой новой коронавирусной инфекцией? Во-первых, что касается непрямой калориметрии. На самом деле, большинство авторов современных, я с ними согласен, в общем-то говорят о том, что проведение прямой калориметрии в данной калориметрии невозможно. Ровно потому, что, во-первых, у них может быть дешелое повреждение легких, то есть выходить за лимит этой методики. Плюс это риск инфицирования прибора, только если у вас нет аппарата искусственной вентиляции легких, в который устроен метаболограф, тогда можно автоматически посчитать. Ну и плюс, безусловно, это дополнительная нагрузка на медицинский персонал, а в условиях работы в грязной зоне, конечно, это достаточно значимое противопоказание для применения методики. Поэтому предлагают наши европейские коллеги исходить из расчета 20 килокалорий на килограмм массы тела в сутки, достигая 50-70% потребности к вторым суткам и до 100% к четвертым суткам. Ну, потребности в белке все логично, в принципе, не менее чем 1,3 грамма белка на килограмм массы тела в сутки необходимо доставить пациенту. Почему надо много белка при относительно маленьком количестве энергии, казалось бы, потому что белка надо много, ровно потому что это не только пластический, но и энергетический материал, то есть ничего не меняется. Пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии точно также является критическим пациентом, у которого меняется метаболизм, и сейчас белок используется в качестве им вещества, которые используются на энергетическое обеспечение. Безусловно, лучше использовать ранее прогрессирующее энтеральное питание, также оставляем энтеральный зон в желудок и смотрим, как пациент переносит. Очень важно, что пациенты с нарушением дыхания, очень важно, что пациенты, находящиеся в промпозиции, им нужна легко усваиваемая смесь, этой вопросов нет. Плюс необходимо не забывать, что про кинетики мы назначаем с осторожностью, они удлиняют КУТ, а мы назначаем базовую терапию часто пациентам гидроксифарахином, которая тоже может удлинять КУТИСИМ и, соответственно, может ухудшать тердиологические проблемы. Если мы энтерально не можем накормить пациента в течение 7 дней дополнительно парентеральное питание, и если мы не можем назначить энтеральное питание, то назначаем парентеральное питание. Но я вам могу сказать, что у нас пока, слава богу, из всех пациентов, которые прошли через время реанимации и пациентной терапии почти через месяц, никому парентеральное питание не потребовалось. Ну и постепенное введение энтерального и парентерального питания, безусловно, обеспечивает снижение риска перекармливания и дефидит синдрома. Ну и, собственно, о чем я говорил, что на раннем этапе нам не нужно перегружать пациента энергией, а часто при обычных смесях мы, когда гонимся за количеством белка, мы вынуждены увеличивать количество энергии, тем самым перекармливая пациента по энергии. Ну, сейчас на современном рынке появляется достаточно много новых препаратов, в том числе фрезубин интенсив, который имеет 10 гамм белка в 100 мл, и при этом относительно невысокую гиперкалорийность 1,22 ккал на 1 мл, поэтому, в принципе, обеспечиваются все рекомендации и Аспен, и Эспен, и в том числе при COVID-19 по энергии белку. Плюс он имеет лучшую переносимость, это гидролизат белков, молочной сыворотки, что очень важно, и низкое содержание жиров. Плюс, на мой взгляд, это важный бенефит для данного препарата, что в составе есть и козакинтоэновые, и докозакинтоэновые кислоты. Много раз говорим о том, что это пациенты, у которых есть высокий иммунный ответ, и, в принципе, омега-3 жирные кислоты должны помогать этот иммунный ответ корректировать. Плюс, наши пациенты – это пациенты, которые имеют тяжелую дыхательную недостаточность чаще всего, и вот на ваших экранах вы видите противопоказания для искусственного питания, и обратите внимание, это и шипролактатемия, и гипоксимия, и острая гиперкапния, и ацидоз. Это то, на что необходимо обращать внимание обязательно для наших пациентов. То есть, когда мы берем кислотно-щелочное состояние, если вы видите, что какие-то из этих параметров выходят за норму, необходимо на время остановить искусственное питание, стабилизировать пациента и дальше запустить. Иначе питание будет дополнительно вносить проблемы с кислотно-щелочным состоянием, которое у этих пациентов и так нет. Это из европейских рекомендаций, которые говорят о том, когда мы можем назначать энтеральное питание. Очень часто были споры о том, что когда можно, когда нельзя, но уж пациентов, которые лежат на животе, ни в коем случае нельзя, или для пациентов, которые проводят сексорторопоральную мембранную оксигинацию, ни в коем случае нельзя энтеральное питание. Европейские рекомендации однозначно дают ответ на этот вопрос. Вы видите, ЭКМО – это показание для энтерального питания. Ну и, соответственно, в пронпозиции. Мы не должны переводить пациента только за то, что он в пронпозиции, на парантеральное питание. Единственная сложность для этих пациентов, на мой взгляд, это они не могут, когда они в сознании, когда они на самостоятельном дыхании тяжелее есть в пронпозиции, но, тем не менее, очень часто они и очень быстро привыкают к этому. Плюс терапия нейромышечными блокаторами тоже не является абсолютно противопоказанием для энтерального питания для наших пациентов часто. Мы используем все-таки синхронизацию с респиратором при помощи мейералоксантов, но, тем не менее, это не проблема. Плюс надо понимать, как мы будем дальше кормить пациента, который длительно лежит в отделении реанимации, а этим пациентам, по сути, развивается ОРДС, пускай они не совсем типичны, тем не менее, ограничение объема жидкости им требуется, плюс им нужна хорошо переносимая смесь, плюс им нужно, поскольку они находятся в большую часть времени в пронпозиции, то есть малый объем, хорошая переносимость, омега-3 жирные кислоты, есть такие препараты, которые сейчас на рынке, это в том числе фризубин, высокий протеин 2 килокалории, которые помогают в этом плане в малом объеме дать достаточно калорий, при этом дать достаточно белка, и, в общем-то, есть вариант такой расчета для пациента массой 75 килограмм. По потребности в белке и в энергии вы видите, первые 1-4 дня мы потихоньку наращиваем при помощи фризубина интенсив, а на 4-5 день потихоньку уходим с фризубин интенсив на фризубин ВП 2 килокалории, для того, чтобы дать пациенту, а, полноценную смесь, б, достаточное количество энергии и белка. Ну и чуть-чуть про парентеральное питание. Хочу сказать, что если энтеральное питание не обеспечивает потребности и в течение 7 дней больному варит, тогда мы дополнительное парентеральное питание только добавляем. Ну вот у нас пациент был один, который плохо усваивал энтеральное питание в течение 3 дней, но мы в итоге справились. Но надо не забывать, что если нет абсолютных противопоказаний, энтеральное питание должно продолжаться. Лучше, чтобы это была смесь обогащенной глутамином задача накормить кишку, а не накормить уже самого пациента при помощи энтерального питания. Все остальное мы должны дать при помощи парентерального питания. Ну, в парентеральном питании, как правило, нет омега-3 жирных кислот, глутамина, витаминов и микроэлементов, и для того, чтобы оно стало полноценным, оно все должно содержать. Про витамины, микроэлементы в физиологических потребностях вопросов никаких не возникает, это обязательно для нашего метаболизма. Что касается глутамина у этих пациентов, здесь надо быть очень осторожными, потому что пациенты с дыхательной недостаточностью, пациенты, у которых есть полиорганная недостаточность, то есть надо будет взвешивать глутамин нужным или нет, а вот омега-3 жирные кислоты, вопросов никаких нету, они здесь нужны, и мы вот используем у нас в отделении, собственно, смок-обивен. Плюс вопрос пациентов, которые выздоравливают, экстубируются, есть один из вариантов посткаксибационных проблем, когда есть дисфагия после экстубации, особенно если у пациента трубочка постояла довольно долго, и здесь иногда приходится использовать специализированные с модифицированной консистенцией смеси. Тоже есть системы призубинов сгущенных, которые позволяют сразу что самое важное иметь точные данные о том, сколько энергии белка получает пациент, плюс они уже с приготовленной консистенцией и нет проблем со вкусами, на мой взгляд. Ну и вот хотелось бы закончить мой доклад про нутритивную поддержку выдержками из одного из последних вебинаров профессора Пьер Зингер, это один из бывших президентов Европейской социации клинического питания метаболизма. Собственно, он лучше не скажешь, он резюмировал все, что нужно делать при нутритивной поддержке при COVID-19. Мы обеспечиваем, собственно, безопасность, вопросов нету, это вопрос касается прямой каллиметрии. Наши пациенты это пациенты с сопутствующими заболеваниями пожилого возраста, важно оценивать пациента, как у него получается или не получается кормить, получается или не получается его накормить. У пациентов форит мы используем все варианты клинического питания, в зависимости от того, какое состояние пациента и в соответствии с рекомендациями. У пациентов в критических состояниях, даже в пронпозиции, необходимо использовать раннее интеральное питание, и только при его невозможности или неэффективности пара интеральная. Астению, связанную с пребыванием варит, необходимо корректировать, я имею в виду, если пациент уписывается или уже отключен транспиратор и так далее, и так далее, и даже продолжать ее, если это необходимо дома после выпуска из отделения реанимации интенсивной терапии. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Спасибо вам большое. Кирилл Юрьевич, у вас есть доступ к вопросам. Да, вот сейчас я открываю. Откройте, посмотрите, пожалуйста. Сейчас, секунду. Вот у меня буквально... Я вот, к сожалению, у меня... Сейчас я смотрю, какие у меня вопросы. Одну секунду. До 174-го, наверное, и дальше посмотрите, пожалуйста. Сейчас посмотрю. Буквально секунду. 174-е у меня... Да, это в основном. Написано у меня от Склифа. Склифу вопросы. Сейчас я... Одну секунду буквально попробую. Ну, я вот посмотрел... И непосредственно по вашей тематике я сейчас вопросов не вижу. Есть вопросы еще продолжающиеся к нашим коллегам из Института Склифа-Астовского. Скажите, пожалуйста, вы у нас на связи? Владимир Витальевич, вы посмотрели вопросы? Да, я тут сижу во всю говоря... Нет, спасибо. Елко...